Это видео содержит спойлеры к Шаган от FX, роману, сериалу АТ и реальной истории. Если хотите посмотреть следующие эпизоды, ничего не зная, предупреждаю, в видео обсуждаем, что может произойти. Так, с этим покончено. Недавно вышел трейлер восьмого эпизода Шаган, хотел был полный разбор. Трейлера, был момент, показался заслуживающим большее внимание. Он требует подробного обсуждения и пристального внимания. Это было в конце трейлера. Торунага и Марика разговаривали, и в конце Марика участвует в Торунага-плане. Что это может быть? Переходим к видео, обсудим сцену, представим теории и прогнозы. И что же произойдет? Судя по теме трейлера, весь он вокруг похода Торунаги-Васаку. Ясно, соберется ли он с братом, Саеки на Бутатсу, будучи пленником, или идет один устроить драку. Множество теорий, но одна, похоже, основательно факт в том, что Торунага может применить тактику троянского коня, согласившись идти в Асаку с братом, быв там под видом пленного. Но по прибытии, возможно, откроются истинные намерения, тогда будет Багровое небо, и Асако подвергнется нападению. Джон Блэкторн, как бы высказался, великий полководец, блестящий мастер обмана в отношении Торунаги. Так что, как мне кажется, здесь иной план, и Блэкторн в курсе. В конце концов, Блэкторн, вероятно, самый доверенный человек Торунаги. Я думаю, что Багряное небо неизбежно. Название девятого эпизода «Замок Асако под осадой. Нам придется защищать ворота». Эта сцена из трейлера восьмого эпизода становится актуальной. Торунага спросил у моряку, готова ли она выполнять свою роль. Она никак не ответила, только выглядеть испуганно и осознающе. Она понимала, что ей надо делать. На ее плечи возлагается большая ответственность. Я думаю, их разговор будет раньше, чем тот, который мы видели между Блэкторном и моряку. Он сказал ей, что она не должна ехать в Асако. Она ответила, что ей ничего другого не остается. Преданность указывает ей. Торунага, похоже, спрашивает Марика, осознает ли она, что ей нужно ехать в Асако. Мы знаем, что Марика хочет умереть уже много лет, с того момента, как ее отец предал тогдашнего Даймё, и в наказание ему приказано убить всех ее родных и в итоге совершить сеппуку. Однако он позаботился о том, что Марика замужем за Бунтаро. Тем самым она стала технически принадлежать Бунтаро, как несколько серий назад говорилось в контексте сериала, что жена принадлежит мужу. Это означало, что она не была напрямую связана с отцом и не обязательно наказывать, как остальных членов семьи. Она хотела совершить сеппуку и избавиться от бремени жизни. И хочет это уже давно. Но люди, которые при ней, такие как Бунтаро и Торунага, не дают ей этого сделать. Я чувствую, что именно здесь Торунага собирается заключить сделку с Марика. Он прекрасно знает, что Марика хочет покончить с собой и что она опытный боец, как мы видели во флэшбеке пару серий назад, до свадьбы с Тодой Бунтаро. Думаю, он будет использовать ее, когда захочет контролировать замок Осаки. Верю, он поставит ее в опасность, где она может сражаться и умереть, что позволит ей получить желаемое. В реальности Тамако, на которой основан Марика, уже была мертва. Она умерла, когда Исида захватил замок Осаки и взял заложниками родственников генсеков и регентов. Неведомо, совершила ли она сеппуку, не желая быть заложницей, или ее убили. Считается, что если ее жизнь в опасности, слуги должны убить ее. Так что реальная история – не критерий, по которому можно предугадать развитие шоу. Однако в предыдущих версиях Сёгуна было что-то похожее, куда можно обратиться. Возможно, поездка Марика в Осаку по приказу лорда Йоси Торинаги станет насыщенной событиями и повлечет последствия для многих персонажей. В описании девятого эпизода Марика прибывает в Осаку за жизненной битвой. Затем в десятом говорится о трагической смерти. Это заставляет меня думать, что Марика убьют в Осаке. Были теории, что создатели могут не убивать Марика и отойти от оригинала, но Марика, кажется, встретит конец в Осаке. Когда Марика была в Осаке в предыдущих... Она и Блэкторн были там, чтобы спасти пленников, заложников Отибы и Ишидо. Это было сделано, чтобы склонить их к союзу с Торонагой и укрепить его армию. Но когда они попытались сбежать с заложниками, пришли ниндзя, и Марика пожертвовала собой, чтобы Блэкторн и заложники смогли убежать. Это крайне горько-сладко обескураживает ее смерть. Мы сильно связаны с Марика. Так будет грустно, но это то, чего она всегда хотела. Снять с себя нашу этой жизни. Она видела свою жизнь как бездну. Отсюда название следующей серии. Ее жертва и смерть во имя добра – это то, что позволило ей уйти, оставив долгое наследие и стать ключевой фигурой для Джона Блэкторна и Йоси Таранаги. Я думаю, что это то, что будет происходить в последних нескольких эпизодах сериала. И в этой конкретной сцене, о которой идет речь в эпизоде 8 трейлера, на котором было сосредоточено все видео, будет самым первым разом, когда и, скорее всего, он изложит план того, что Таранага хочет, чтобы она сделала. План, что в конечном итоге приведет к смерти Марика. Он знает, что она больше не хочет быть рядом, как она умоляла его позволить ей выполнить цепуку в предыдущем эпизоде. Так что я думаю, что это Таранага позволил ей встретиться со смертью, но не так, как она ожидала. Я верю, он знает, что она умрет, когда он отправит ее в Осаку, так как я чувствую, что обычно он этого не делал – посылать ее в опасность, особенно учитывая, что она защищена от опасности, потому что она необходим для перевода между Блэкторном и им самим. Так что это ощущается как немного другой к тому, что он обычно принимает. Из всех моментов в коротком 23-секундном трейлере, эта сцена, я думаю, самая важная. Смерть Тамако в реальности сильно изменила равновесие в пользу Иеесу Токугава. Люди обратились против Исиды Муцунари после ее смерти, я думаю, так же будет и с Марика, Исидой и Таранагой. Так что введение этого плана и закладка основ обещает многое в контексте предстоящей битвы, которая в конце концов произойдет, и об Исида, потерявшем союзников, что пагубно скажется в перспективе. Всего несколько дней до выхода эпизода, так что с нетерпением ждем восьмего эпизода. Вот и все, суть этой сцены в трейлере восьмой серии Сюгуна. Если хотите посмотреть больше видео про Сюгуна, кликните на карточку в углу.